Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Надеюсь то, что эти выходные вы провели отлично. Эта неделя, предстоящая неделя, супер крутое фундаментальное событие. Встреча банкиров, симпозиум Джексон Холли. Исторический опыт позволяет заранее сказать то, что это событие окажет серьезное влияние на динамику финансовых активов и уточнит дальнейшие перспективы не только американской денежно-кредитной политики, но и соответственно доллара. Потому что те, кто в последнее время анализирует с пристрастием, копит какие-то макроэкономические данные по американской экономике пытается найти ответ на вопрос, достаточно ли сейчас прогресса, который есть в США, макроэкономического, разумеется, для того, чтобы американский регулятор принял решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Конечно же, речь идет о сворачивании программы количественного смягчения. Так уж устроено, что сначала нужно свести к минимуму действия программы QE, потом уже поднимать вопрос о том, уместно ли повышение процентных ставок. Поэтому изначально, друзья, мы, как трейдеры, которые следят за тем, что происходит с долларом, настраиваемся именно на риторику Паула, который будет хедлайнером, по сути, этой встречи и выступит в пятницу. Я, безусловно, ближе к делу расскажу подробнее, будут ли какие-то предварительные тезисы его выступления. Но, надеюсь, если вы регулярно смотрите брифинги, вы знаете, что Паула будет говорить о том, отважится ли американский регулятор с учетом того, что сейчас творится в США из-за ковидной ситуации, на действия, которые предполагают ужесточение денежно-кредитной политики. Мое отношение к доллару остается прежним. Я на протяжении довольно продолжительного периода времени ставил на то, что доллар нужно продавать, потому что доллар логично должен снижаться на фоне сохраняющегося давления на американские трейджерис. Кстати говоря, на контрасте с вот этой вот параллелью нужно покупать золото. Золото локально действительно растет. Сейчас котировки 1787 долларов за тройскую пункцию, и я рекомендую ориентироваться на уже тест сопротивления 1800, который легко превратится в поддержку. Возвращаясь к доллару, индекс американской валюты это разговор о том, что будет с политикой Федрезерва. Я считаю, что в эту пятницу, когда будет выступать Паула, мы, скорее всего, не услышим и не получим сигналов о том, что ФРС готов к тому, чтобы сколектировать денежно-кредитную политику. У меня есть несколько аргументов в защиту такой теории и данных предположений. Во-первых, это значительно ухудшившийся новостной фон, связанный с ковидом. Все вы умеете пользоваться статистическими сайтами. Вот по ковиду это сайт исследовательского центра Джона Хопкинса. Можете посмотреть. Обстановка за минувшие выходные только ухудшилась в США. И все это накапливается в качестве негатива. Вот развитие очередной вспышки коронавируса, ее активное распространение нового штампа, все это конвертироваться будет спустя определенный временной лаг в слабые макроэкономические данные. И если мы это понимаем, безусловно, Федрезерв, конечно же, работает с точно такими же данными. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на комментарий, который был дан Паулом во время его пресс-конференции на прошлой неделе, когда он отметил, что трудно еще говорить, как американская экономика адаптируется к новому ковидному вызову. Но мне кажется, что между строк можно отметить то, что понижательные риски за последнее время возросли. Ройничные продажи просели. Мичиганский индекс доверия потребителей тоже минимум с 2011 года. Данные, которые будут опубликованы по состоянию американского рынка труда, Non-Farm Perils за этот месяц, я думаю, что будут тоже плохие. Не нужно делать выводы о потенциально хорошем отчете в последующие периоды на основании прошлых, потому что последний отчет Non-Farm Perils это статистика, как вы помните, накопленная до 15 июля, когда США не столкнулись с еще одной вспышкой инфекции. После 15 июля ситуация ухудшилась, поэтому в сентябре, когда мы будем разбирать августовские цифры, конечно же, данные с большой долей вероятности будут плохими. Все это вкупе дальше будет топить американские облигации и должно поддержать, опять же, идею тех, кто ставит на снижение американского доллара, потому что доллар не может получить какое-то систематическое продолжение роста без риторики Федрезерву относительно ужесточения денежно-кредитной политики. Может быть, сейчас мы наблюдаем как раз ту самую систему, тактику действия трейдеров, когда покупай на ожиданиях, продавай на фактах. И если в эту пятницу Паул разочарует тех, кто ставит на укрепление курса американского доллара, индекс американской валюты будет очень сильно валиться. В то же время я допускаю, что если все-таки развитие событий пойдет по второму сценарию, я как долгосрочный ориентированный продавец доллара, если получу сигнал от регулятора, что политика будет дальше ужесточаться, разумеется, пересматриваясь в отношениях к баксу и поставлю на его дальнейший рост. Но об этом мы поговорим уже через неделю, в следующий понедельник, во время следующего брифинга, после выступления Паула, которое запланировано на, собственно, эту пятницу. Золото я уже отметил на фоне снижения трежерис и текущих рисков, которые присутствуют в мировой экономике за перспективу экономического восстановления ситуации 2020 года, хороший фактор поддержки для защиты. Риск сейчас на рынке рисков, я уже говорил это в конце прошлой недели, мы видим мощные распродажи, коррекцию, не берите в счет, который мы видим в моменте. Новостной фон остается таким же негативным. Индексы рыночных настроений указывают на то, что все считают, что инструменты рисковые достигли своих уровней дна и дальше будут только расти. Это большое заблуждение. Обращаю ваше внимание на австралийца, на новозеландца. В Австралии 0,7156 – это текущие котировки по паре австралийцев против доллара, цель 0,70 остается актуальной. Количество заболевших за выходные обновило многомесячный максимум. Отсюда сохранение в силе действующих ограничений и очень туманные перспективы на экономический рост. По Новой Зеландии мы уже не говорим о ближайших сроках ужесточения денежно-кредитной политики, потому что в стране был введен режим максимальный режим ограничений четвертого уровня. И его продлили до этой субботы. Друзья, хотя планировали снять уже понедельник-вторник. Я думаю, что будут развиваться события, как и в Австралии. Количество заболевших будет расти. Это заставит нас также с скепсисом смотреть на то, что будет с новозеландской экономикой дальше. Поэтому здесь тоже короткая позиция в приоритете с целями 0,66-0,67. Американский фондовый рынок единственный в исключении среди рисковых активов, где сезон квартальных отчетов все-таки начинает преобладать над всем негативом, который присутствует. И мы это видим. Как растет технологический сектор, мы видим, как вырывается, идет впереди планеты всей сам индекс S&P 500. 4352 пункта. Цель 4500. Я думаю, что на этой неделе, учитывая симпозиум Джексон Холли, эту цель, друзья, мы сделаем. Рынок нефти. Здесь короткая позиция, опять же, в приоритете 66-35. Сейчас котировки. Ждем бренд ниже 65 долларов за баррель. И пальцы нужно сгибать. КОВИД, опасения за перспективу глобального экономического роста и, соответственно, падение спроса и так далее. Есть индикаторы уже, указывающие на то, что Китай, который является ведущим импортером нефти, объемы закупок нефти упали, импорт сократился на 20%. Загрузка нефтеперабатывающих заводов снизилась до минимальных уровней за последние 16-17 месяцев. Бейкер-Хьюс, количество нефтяных терминалов в США. Ранее мы помним доклад от ОПЕК, который прогнозировали значительный рост нефтедобычи в странах вне ОПЕК. Так вот, количество терминалов в Бейкер-Хьюс плюс 8 штук до 405 штата действительно будут наращивать добычу. Это тогда, когда страны, которые ответственны за свой вклад в общее глобальное предложение, должны задумываться о том, стоит ли сейчас нагружать рынок еще большим объемом предложения, когда на рынке есть паника, связанная с падением спроса. Институционалы сокращают свои длинные позиции уже третью неделю подряд. Это отчет данной CFTC. Рекомендую смотреть на то, как действуют крупные трейдеры. Поэтому, друзья, в приоритете шорт. Я думаю, что он принесет еще свои плоды. На этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня в 16.00 по московскому времени я проведу очередной вебинар, параллельно стрим в нашей группе Телеграм-канала Маркетс. И в течение сегодняшнего дня мы проведем очередную, это традиция уже, голосование, где вам предложим выбрать конкретную тему, которую вы хотите, чтобы я для вас разобрал. Поучаствуйте в голосовании и в подготовке, по сути, контента. Хорошие, друзья, торговой недели. Ждем Джексон Холла и готовимся к потенциальному опалу доллара. Всем пока!